А сейчас к одной из самых главных российских проблем. За минувший летний сезон в новый асфальт закатали десятки километров Тверских улиц. Однако, по сообщениям горожан, некоторые объекты так и остались в режиме ожидания окончания ремонта. Например, улица Пугачёва-Заволжья из-за недоделок превратилась в полосу препятствий для жителей. Ямы, наполненные дождевой водой, приходится обходить и объезжать. От жителей дома просьба большая. Те, кто начал эти работы недели три назад, вот сейчас используйте погоду. Шесть дней обещают хорошие. Ну, пожалуйста, сделайте нам дорогу. Крик души председателя ТСЖ дома номер 21 по улице Коноплянниковой был вызван ремонтными работами, которые велись недавно во дворе. По словам управдома, подъезд к многоэтажке давно требовалось привести в нормативное состояние. В сентябре свершилось чудо. Под окнами появилась дорожная техника. По плану должны были залатать надоевшие ямы. Но радость была недолгой. Технология ремонта вызвала много вопросов. Когда стали тут штробить ямы, непонятно оставлена куча. Для чего? Вот ее уже укатали. Теперь ее надо как-то убирать. После ремонта стало еще хуже. Сетует управдом. Кругом бутылуны и кратеры, которые после ливня наполняются водой и создают проблемы. Чтобы здесь пройти, нужны резиновые сапоги. А чтобы проехать – лодки. Долгожданный ремонт был заморожен. Года три я в департамент дорожного хозяйства пишу. Но мне дают отписки на следующий год. Опять на следующий год. Последний раз мне даже уже не отвечают. Спасибо депутатам нашим, Ануфриву и Нечаеву, которые нам как-то помогают. В меру своих сил. Вот наконец-то сдвинулось место. Стали что-то делать. Но опять непонятно как. Жильцы гадают, то ли технология такая, то ли о них забыли. Из последнего ответа на депутатский запрос в департамент ЖКХ следует, что дорогу должны отремонтировать в 2023 году. А в этом ямочный ремонт. Впрочем, пока бесконечные водные пейзажи наблюдают жильцы практически всех многоэтажек по улице Пугачева, которая соседствует с улицей Конопляниковой. Вот такие огромные лужи, больше похожие на озера, заполонили целую улицу. От начала и до конца. А поэтому дорога к аптеке и к магазину для местных жителей превратилась в преодоление сложного квеста. Зимой дорога от дома к магазину, говорят местные, превращается в каток. Проходится обходить все это сумками. Инвалида очень много. Поэтому проблема, конечно, большая. Уже сколько лет не могут сделать одни ямы. Впрочем, немало вопросов вызывает и ремонт на улице Паша Савельева. Здесь пешеходный переход четырехполосной дороги после дождя превращается в мини-канал. Спасаются подручными средствами. А ремонт асфальта по Банному переулку закончился практически там же, где и начался. Подъезд к ближайшему медучреждению, безусловно, сделан. Но дальше огромные ямы. Этот рукотворный водоем у детского сада и рядом со школой уже попадал в объективы камер нашего телеканала. Но спустя ровно месяц, вот, как говорится, остается там же. Мы отправили запрос в администрацию города с целью выяснить перспективы ремонта Банного переулка. Но пока ответа от профильного департамента не получили.